доброе утро сеть сегодня 18 ноября смотрите что у нас творится просто на улице мгла мгла вот тут плохо видно ну вот это не снег идет это просто из-за мороза вот такой туманище вот просто 22 22 градуса холода ужас какой-то кошмар просто не видно ничего вон там здание стоит напротив меня детского сада его просто не видно из-за фонарей просто кошмар жарю яичницу сейчас буду кашку все разогревать и его уже будить у него конечно график ужасный очень пришел вчера пришел вчера в 11 и сейчас опять с утра до ночи на работу сейчас идут вместе с его рабочей машине за ним закрепили машину почему ты работаешь инженером у тебя машина есть крутили крутили дима оказался самым ответственным короче там распределили на бригады машины сначала дима вообще к ним не относился но я сразу сказал дима в итоге ты будешь водить машину мы вчера уже машина стоит возле нашего дома будет пойдем посмотришь не хочешь ничего говоришь ты ж ничего говоришь так тот кто водит машину ему по идее доплачивает то один уже водитель в аварию попал как инженер который водил и он уже отказался на хочет отказаться вот так самое интересное одна коллега димина уже написала подай машину дима 725 подай машин так что дима скоро в униформе будет подай машину может музыку какую-то определенно надо включить себя стима вот у нас сейчас 7 утра я иду оценивать авто так что дима инженер темно так у нас как на улице темнота ты носочки запасные взял хотя шкафчик на работе свой есть где-то в пакетах все лежит до 7 меня на этой качельке вот выходной будет но там дети будут но у нас вот такая темень только окна домов освещают нам путь окна домов освещают нам путь окна домов освещают нам путь окна не помогали да зачем так вот но чтобы снимая нормально когда видео блок это называется работа ты начинаешь работать на скольки с 9 а я уже семи работу свою работу на меня перекладываешь тут наверно сейчас темень будет идем 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 это мы идем все до машины ну все тачки сделаем тачки сделаем вот у нас сегодня 18 ноября на улице минус 15 вот у нас уже зимушка зима во все так мы идем обзир делать что там выдали диме ладно шину не увидишь ну вот она вот такая как морда только ее огромная вот ну дастер кто знает тот знает вот сейчас сяду в салон смотрите она большая очень вот недалеко если только увидите бордовенькая сейчас видно тебя ого высокая какая ой чё-то на низкий потолок у нее нифига себе он большая ты пока габариты не чувствуешь да не чувствуешь да морда такая огромная но она если честно мне не нравится что потолок вообще низкий чуть-чуть повыше потолок но вообще как-то ну а нас как на камазе на камазе тоже самое сверху и морда так высоко поднятая поднятая если честно над обзором как-то не вижу там что происходит уже машину не видно конечно подать наверно надо да 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 уже звонят самая переживай подам ли я вовремя машину они оля дателю а да здорово-доро да и галю любая которая вчера была до галю и новенькую ну где-то да где-то в моей стороне у меня принципе еще одно место есть а мне кого взять черненькую ну эту начальнюю ну это понятно короче машина сейчас к сожалению снять машину не могу вот габариты вот ладно выхожу с машины дима сейчас уже поедет вот ну машина конечно дима себе хотел такую машину но она конечно прям огромная вот ну да стар я не могу еще снять ничего не видит и освещение плохое а ну вот кстати ее видно вот вот ее видно вот она какая огромная большая машина вот так вот вот такие так что вот дима будет такую машину водить главное чтобы аккуратно потому что час до работы и с ночной смены возвращаться чтобы все было в порядке вот потому что одного уже занесло она будем надеяться что все будет на этом он не к габаритам не привык у нас то меньше машина он выезжает этого конечно дима не хочет ее водить потому что если после ночной смене на машине то конечно всех развезешь самому спать охота вот конечно не хочет она конечно габаритная дима вообще не привык ну ладно все будет хорошо все поехал поехал пупсик все приехала я за талончиком вот в женскую консультацию сейчас посмотрим я уже забыла в какую сторону уйти чтобы не перепутать смотрите какие красивые подсветки на столбах так ладно так пойдем сейчас не перепутали так нет я перепутала надо в другое место заходить ладно пойдем но сегодня это меня точно не примут скорее всего потому что обычно талончики я же летом брала талончик и не пошла потому что я боялась что меня в больницу запихнут и у меня отпуск навернется сейчас сейчас наконец-то девочка созрела уже надо своим здоровьем заняться на выдору скажу тогда что что мне там скажут ходила за талончиком и я почему-то как летом приходила и мне давали через неделю и я почему-то сегодня такая пришла и думала что мне может на завтра дадут видимо летом мне давали так потому что врачи в отпусках были вот сейчас идет день в день прием и я значит не рассчитывая на это вот и мне дают у меня через час двадцать уже прием врача и причем у самой заведующей вот так что буду держать вас в курсе буду держать вас в курсе что она мне скажет надеюсь я найду результаты своего УЗИ которые мне делали вот летом ну посмотрим что там будет ой ладно пойду быстрее приготовлюсь и пойду на прием ну с Богом я в радостном шоке когда я была в августе в женской на УЗИ платном то мне там сказали всякие ужасы ужасные то есть что да давайте все ужасы ужасные что мне надо и в больницу ложиться и то и все я там перепугалась и так как у меня намечался отпуск то я взяла на себя ответственность и подумала что это все не так критично не так критично и поехала в отпуск потом честно говоря после отпуска я тянула ну как все ну как большинство людей я боюсь врачей я боюсь диагнозов я еще начиталась то есть надо действовать от обратного да если тебе сказали плохо надо вообще бежать со всех ног я же как маленький ребенок спряталась под одеялом и никуда не шла и сегодня все я собралась старшая сестра говорит иди хватит уже слава богу слава богу что мне сегодня дали так быстро талончик что мне не было временно раздумий что вот пришла сразу талончик иди мне врач сказала она посмотрела узи конечно сказала что узи извините в августе вам было сделано вот также она говорит ну нет никаких патологий я на узи не вижу никаких патологий то что вам там поставили я не вижу никаких патологий мы с ней нормально поговорили или она меня в среду на 2 назначила она мне сделает еще дополнительное узи сама уже бесплатно вот никаких она мне там как процедур не назначила она взяла анализы но никаких хирургических вмешательств типа мне не назначила вот вот такие вот дела так что в платной медицине мне сказали что мне срочно нужно срочно межносрочно там межносрочно там не знаю бесплатно мне сказали так ну в среду еще пойду она мне про анализы расскажет но я скажу так что все таки надо ходить к нескольким врачам хотя меня так одному не затащишь вот но все слава богу я летом то рыдала у меня есть видео как я там рыдаю как мне там я начиталась еще всяких диагнозов в википедии я себе уже поставила самые диагнозы я уже со всеми мысленно прощалась вот так что все у меня хорошо все замечательно будьте здоровы все отлично смотрите какая красота застыли травки какие красивые красивые ну букеты и